Вы знаете, я телец по знаку зодиака, а тельцы, они немножко такие ведьмы. Все тельцы немножко вот что-то такое с потусторонним миром, они связаны. Все абсолютно, сто процентов. Я сколько знаю мужчин, сколько знаю женщин, как и скорпионы. У скорпионов это зодиакально заложено, и у тельцов это заложено. Поэтому, если мне снятся какие-то сны, они обычно правитческие. Могу вам сказать одно. Вот эту ситуацию, которая сейчас творится вокруг России, я в глобальном смысле, я это знала еще задолго до того, как это все появилось. Я как будто, знаете, это чувствовала. И мне один раз приснился сон, что-то очень сильно напоминающее военные действия в моем родном городе на Украине. И, вы знаете, вот я как-то чувствовала, что я не знала, откуда придет эта война, но я чувствовала, что будет война. Вот такая, может быть, она не в прямом смысле слова, она затрагивает страну, да, не дай бог, чтобы она затронула нашу страну и наши границы. Но что-то такое, какой-то вакуум, я вот предчувствовала это. Я прям, знаете, я так переживала, и от три года до всех этих событий я начала внутренне, у меня что-то там такое было неспокойствие, я начинала переживать. Но это мне приснилось. Мне приснилась война в моем родном городе. И почему я заговорила о запахе вишни или абрикос, да, то есть у меня всегда моя родина ассоциировалась с этим запахом. Я когда приезжала к маме и папе, я ходила по улицам, и везде пахло этими абрикосами и вишнями. И я увидела вот эту войну, начинающуюся на фоне этих вишен цветущих, понимаете, это было. И я вот предчувствовала, что-то сейчас произойдет. И я еще думала, ой, может быть, надо куда-то переехать, куда-то убежать на какое-то время. То есть я не понимала, что произойдет, но вот, причем я говорила это с людям, которые меня окружали, но это мне приснилось. Как и очень многие проблемы, которые возникают в моей жизни, они мне загодя снятся, но не впрямую, но опосредованно. То есть я их понимаю уже, вот я просыпаюсь утром, и я понимаю, что я делаю не так. Иди, мне надо исправиться, потому что будет а-та-та, вот оттуда. Это же вот, понимаете, прокурор, который, к сожалению, против которого не попрешь, да. Можно все что угодно здесь на этой земле исправить, да, но там судья будет здоров, понимаете. Поэтому. Спасибо. Спасибо.